Максим Трухановец, парень, который, пожалуй, больше не нуждается в представлении. Все его знают как самого рельефного программиста, ну Белоруссии так точно, невероятно выносливого и немногословного парня. Контент Максима по большей части состоит в том, что он говорит несколько слов в начале ролика, а затем прыгает на турник, и мы 10 минут, а порой даже больше, с большим интересом смотрим, как же ему удается так долго выполнять непростые движения на турнике. Чего только стоит 100 выходов силой, которые Максим выполнил менее чем за 14 минут, а совсем недавно спортсмен побил очередной рекорд Гиннеса по выходам силой на кольцах, а именно 18 повторений в строгой технике. В этом сюжете мы, конечно же, поинтересуемся, как он готовился к рекорду, вспомним участие Максима в таком проекте, как Тру Джим и его весьма неслабые показатели в скорости и силе ударов, поговорим о программировании, ну а также затронем тему анализов, которые спортсмен сдал специально для тех, кто постоянно утверждал о применении Максима фармакологии. В общем, выпуск обещает быть весьма емким, поэтому без долгих предисловий, как всегда, колотим любимый напиток и поехали. Начну я этот выпуск с того, что почти 3 года назад я уже делал сюжет о Максиме. За это время его инстаграм вырос с 28 до вот уже почти 200 тысяч подписчиков, а к двум рекордам Гиннеса, первым из которых, напомню, были подтягивания с весом 18 килограмм 30 повторений, в рамках одной минуты, а второй это 26 чистых выходов силой, добавился еще и третий рекорд, это выходы силой на кольцах. Максиму удалось сделать 18 раз, если вы думаете, что выходы на кольцах и на турнике это одно и то же, то вы сильно ошибаетесь. Конечно, мышечные группы работают примерно одни и те же, и если тебе уже принадлежит рекорд Гиннеса в выходах силой, то установить такой же рекорд только на кольцах будет, конечно же, проще. Но на кольцах, в отличие от турника, большую роль будет играть техника выполнения движения. Для примера, я специально вышел на улицу, чтобы сделать несколько выходов на кольцах. А также несколько выходов на турнике. Как видите, на турнике они у меня гораздо увереннее. Конечно, специально я выходы на кольцах не тренировал, но даже такой короткий пример, как нельзя лучше, показывает различия в технике этих двух, казалось бы, похожих движений. Но вернемся к Максиму. Идея поставить такой рекорд, по словам парня, у него возникла после того, как спортсмен по имени Ли Уэйт сделал 14 повторений. Затем этот рекорд тоже побили, сделав уже 15. Максим к тому времени довольно неплохо прогрессировал на кольцах. И заявил своему другу, что если с первого раза выполнит 11 повторений, то тут же начнет готовиться к мировому рекорду. Так и вышло. Парень сделал ровно 11 раз и приступил к подготовке. В неделю спортсмен делал две тренировки с сильным перевесом в сторону выходов на кольцах, плюс еще две тренировки, где кольца не были основным снарядом. Ну и конечно же про турники и брусья тоже не забывал. То есть тренировался все те же 6 дней в неделю, иногда и по 2 раза в день. А сама тренировка выглядела следующим образом. От 6 до 9 подходов на максимальное количество повторений, а отдых варьировался от 2 до 10 минут, а также иногда добавлял дополнительный вес в виде 16 килограмм. Но делал с ним немного, это скорее было для разнообразия. Вот собственно говоря и все. А для того, чтобы вы понимали, насколько тяжело дается каждое повторение, чтобы дойти с 11 до 15 повторений у Максима ушло полгода. И тут я пожалуй просто процитирую вам самого спортсмена. Когда я выполнил 15 повторений, то тут же обратился в книгу рекордов Гиннеса. Здесь стоит отметить, что представители книги сами связывались со мной ранее, так как предыдущий рекорд стал относительно популярным на различных ресурсах. На ютуб, например, более 15 миллионов просмотров. Мне даже предлагали приехать в Лондон и прислать представителей для быстрой регистрации. Но ввиду пандемии ничего не вышло, поэтому делали все по старинке. Все сами снимали и затем отправляли. Однако заявку рассмотрели по ускоренной программе, которая обычно обходится в 1450 долларов. Отдельным моментом подготовки было установление специального высокого турника, высота которого была более 3 метров. За это спасибо другу Сергею Дитко, который занимается производством площадок Воркаутмастер. Если сравнивать с предыдущим рекордом, то на турнике все было гораздо сложнее. К заветной цифре я шел 5 лет. А психологическое давление было просто неимоверное. Ведь когда ты так долго идешь к какой-то цифре, тебе постоянно посещают сомнения, что ты в итоге так к этому и не придешь, хотя так близок. Что ж, как вы понимаете, установить рекорд это один челлендж, а сделать его официальным уже совершенно другой. Но все уже позади. И круто, что Максиму удалось превзойти результаты предшественников на целых 3 повторения. Теперь-то вы наверняка понимаете, что это весьма немало. И перед тем, как мы поговорим о еще одном рекорде в количестве 100 выходов силы на турнике, я по традиции оставлю вам несколько ссылок. Уверен, если вы смотрите ютуб-канал Максима, то не раз замечали, что парень частенько поглядывает на свои часы. Тут мне стало интересно, что же он там замеряет. Как оказалось, спортсмен использует часы, чтобы контролировать время тренировки и отдыха. Иначе и без того длинная тренировка может затянуться. Ну или наоборот. Максим может мало отдохнуть от подхода. Помимо этой основной причины, есть также такие факторы, как статистика, которую дают тебе часы по итогу тренировки. Это, конечно, не критично, но интересно, говорит Максим. Свои видео он также снимает непосредственно во время тренировки, поэтому эти подходы тоже нужно учитывать. Что касается фирмы, то сейчас спортсмен перешел на Garmin Vivo Active 4. До этого были сунта. Спустя пару месяцев использования, Максим говорит, что Garmin ему больше по душе. А тут еще платежная система Garmin Pay, которая позволяет забыть о карточке и наличных. Как видите, часы этих фирм не из дешевых, однако вы всегда можете подобрать под себя необходимый ценовой диапазон и ознакомиться с фишками тех или иных часов. Тем более, что все функциональные возможности и материалы отображены в правой колонке. Поэтому просто выбирайте необходимые функции и приобретайте то, что по карману. Ссылки на часы я оставлю в описании к этому видео, ну а мы двигаемся дальше. Не так давно я наткнулся на пост Максима в инстаграм, где он отжимался во флажке. В нем спортсмен иронично заявил, что для того, чтобы качественно отжиматься во флажке, вам необходимо иметь хорошую генетику, а именно узкую голову и не слишком большие уши. Ну знаете, чтобы голова нормально пролазила между перекладинами. Для тех, кто не понял, этот юмор был с отсылкой на тех нытиков, которые постоянно жалуются на генетику. Мол, у Максима просто она хорошая, отсюда и все результаты. Другие же обвиняли в применении фармы. Что ж, Максим не так давно сделал все необходимые тесты на гормоны, а также выявил свой настоящий процент подкожного жира, который всех так волновал, и который составил 8,7%, что практически соответствует уровню выступающего культуриста. По поводу гормонов, все также оказалось чисто. Результаты показали, что Максим тренируется абсолютно натурально, не применяя никаких запрещенных веществ. Выпуск есть на канале Максима. Расшифровать все данные помогал врач и по совместительству тоже спортсмен и блогер Егоров. Поэтому, если вам интересно, то перейдите на канал Макса и сами убедитесь в результатах этих тестов. Конечно, я понимаю, что многим и этого будет недостаточно, и что в понимании людей рекорд Гиннеса и натуральные тренировки – это не совсем совместимые понятия. Но тут хотелось бы уточнить, что подобные рекорды – это далеко не прибыльное занятие, а посему устанавливать их, подвергая свое здоровье риску, нет никакого смысла. К тому же Максим узкопрофильный спортсмен. Его тренировки во многом состоят из одних и тех же движений, которые парень шлифует на протяжении очень длительного промежутка времени. Также в одном из своих недавних выпусков я задавал чемпиону Арнольд Классик Сергею Данильцу вопрос касательно небольших шишечек на животе, которые тоже многим казались подозрительными. И вот каков был ответ Сергея. Смотри, я это повожу на экран, вот я повыделял, вот смотри, видишь, то есть вот такие вот штуки. Максим Трухановец, вот я сейчас приближаю, у него прям много, раз, два, три, четыре, пять, ну то есть много. Я заметил, что такая штука происходит у людей, у которых низкий процент подкожного жира, реально, ну у которых прям... Потому что у кого процент жира большой, их просто не видно из-за жира. Возможно их просто не видно, да, но вот это показатель того, что чувак имечет или нет? Ну в коем случае, это вообще, это просто показатель того, что у него есть какие-то новообразования доброкачественные, вот на прессе в данном случае, и просто их видно за счет того, что процент жира довольно низок, чтобы это разладеть. В общем, я думаю, что вопрос закрыт. Максим уже много лет держится в одной и той же форме, тренируясь при этом по шесть дней в неделю. Отсюда вам и форма, и выносливость. Все дело лишь в том, какое количество времени вы готовы выделять на спорт, и какова при этом будет ваша дисциплина и самоотдача. Кстати, насчет времени. Я надеюсь, еще никто не забыл, что Максим программист. Хотя взглянув на его профиль, так сразу и не скажешь. И не потому, что если программисту сразу худой. Конечно же нет, стереотипы тут ни при чем. Просто профиль парня целиком посвящен спорту. Поэтому я не мог не задать вопрос о том, как Максим вообще относится к своему основному виду деятельности, и получается ли у него монетизировать спортивное направление. На что Максим ответил примерно следующее. У меня был спонсор, но буквально с недавних пор мы перестали сотрудничать, потому что у них постоянно были проблемы с выплатами. И мы решили разойтись. Оборудование у них, конечно же, хорошее. Но все-таки, когда у тебя есть какие-то договоренности по рекламе, даже не строгие, это немного тяготит. А тут еще нарушают свои же обязанности. В плане финансов это все равно не сопоставимо с зарплатами программистов. Сейчас, может быть, начну сотрудничать с другими ребятами, но это не факт. Я думаю, многие заметили, что рекламы у меня практически нет. И рекламирую я чаще то, что использую сам. И отношусь к этому очень избирательно. Помимо всего прочего, Максим еще является амбассадором бренда Горнейшн. Это бренд, который достаточно быстро развивается. И помимо качественных вещей, также строит свое комьюнити по всему миру. Ребята делают подкасты с атлетами, рассказывают в своем блоге о том, как увеличить свой аккаунт в Инстаграм, если ты являешься калистыник атлетом. В целом, благодаря таким брендам, такой еще относительно молодой вид спорта, как воркаут, получает дополнительные перспективы для развития. Я, к слову, связался с брендом и выпросил у них промокод для подписчиков моего канала. Поэтому ссылку, как всегда, оставлю в описании. А теперь послушаем слова Максима касательно программирования. А затем и о последнем на сегодня рекорде в 100 выходов силой на турнике. Как говорит Макс, от своей работы он получает большое удовольствие. Даже на выходных старается что-то писать. А работает он в сфере информационной безопасности. Тут дополнительный интерес придает момент противостояния различным угрозам и хакерским атакам. В Инстаграме же это Максим не освещает. Потому что это просто не так интересно большинству людей. Такой вывод можно сделать, просто оценив аудитории спортивных аккаунтов и аккаунтах, посвященных IT. Максим говорит, что время от времени его посещают мысли о том, что неплохо было бы что-то рассказать на эту тему. Но в таком случае придется тратить в полтора раза больше времени на различного рода публикации. В то время как потребности в социализации и так с лихвой покрываются спортивным контентом. Кстати, специально для хейтеров. Ну так, на всякий случай. На канале Труджим два года назад Максиму удалось выбить почти 19 тонн по груши всего за минуту, нанеся при этом 83 удара. А сила удара Максима составила 285 килограмм. Не слабо, как для спортсмена, не занимающегося единоборствами. Не так ли? Я поинтересовался у Максима, откуда у него такая техника. И достаточно неплохо поставленный удар, ведь явно же перчатки парень одел не впервые в жизни. На что он ответил так. Да, небольшой опыт у меня есть. В детстве я посещал секцию карате. Ну а во время учебы в университете немного занимался рукопашным боем. На университетских соревнованиях даже занял четвертое место. Это с учетом того, что у нас было много мастеров спорта и в целом уровень был высокий. Однако после очередных соревнований, когда я пропустил довольно много ударов в голову, у меня примерно месяц были сильные мигрени и я каждый день пил обезболивающее. Для себя я понял, что головой своей жертвовать в пользу соревнований не хочу. Ну и вскоре прекратил этим заниматься. Вот так, друзья. Так что перед тем, как написать какой-то гневный комментарий, лучше подумайте. Что ж, ну а вишенкой на торте в сегодняшнем выпуске будут выходы силой на турнике. Ведь странно получается, мировой рекорд по выходам на перекладине составляет всего 26 повторений, а на кольцах теперь уже 18. И тут Макс без какой-либо подготовки просто залез и сделал сотку. На самом деле, как говорит спортсмен, никто так и не понял посыл этого рекорда. Парень просто хотел до всех донести, что 100 выходов силой в обычной технике это совершенно не то же самое, что и 26 чистых выходов. А значит, все ваши друзья в армейке, которые делали 30 выходов не слазя с турника, конечно, могут этим кичиться, но не стоит воспринимать их слова как новый, просто никем не зарегистрированный мировой рекорд. Этот рекорд, по словам Максима, конечно же, тоже не из простых, но не столько в плане подготовки, сколько именно с точки зрения выносливости, причем как физической, так и психологической. Здесь после 35 повторений ты выходишь на крейсерскую скорость и просто терпишь. А терпеть тут есть что. Практически всю дистанцию посещают мысли, а не закончить ли мне подход? Ведь в процессе выполнения мышцы и ладони горят, дыхание сбивается, пересыхает в горле, ощущение, по словам Максима, как от быстрого бега на протяжении длительного времени. Главное, не сильно спешить, иначе можно не вытянуть где-то в середине и будет очень обидно. Что касается самого рекорда, тут я, пожалуй, просто процитирую слова самого Максима. Сначала я сделал 50 повторений, потом понял, что в принципе можно и до 100 в таком темпе дойти, и точно заткнуть теоретиков. За пару недель до 100 я сделал два подготовительных подхода по 60 и 65 повторений, потом выбрал не сильно жаркий день и решил сделать сотню. И здесь началось самое веселое. Когда я сделал 78 выходов, подул сильный ветер и сдул штатив с камерой. Я расстроился. А чтобы понять, как я расстроился, нужно просто сделать 78 выходов, не слазя с перекладины. Но терять в будущем еще один тренировочный день в ущерб подготовке к кольцам я не хотел. В итоге я поехал домой, отдохнул часа 4, вернулся на площадку и сделал сотню. Неудачный подход я залил на свой второй канал, где я решил проводить небольшие стримы с программированием. Ну и выкладывать материал, который не очень хочется оставлять на основном. Так что, друзья, надеюсь, после этого видео вопросы касательно количества и качества у вас отпадут. Ну и последнее, что хотелось бы добавить, это мои поздравления Максиму. Ведь у него совсем недавно родился сын. В своем инстаграм спортсмен сделал публикацию с трогательной надписью. Я очень взволнован и счастлив. Бицепс 13 сантиметров. Сразу видно. Мой парень. Побежал за турником для новорожденных. Уверен, Максим будет отличным примером для своего сына. И если кто и посмеет побить действующие рекорды Гиннеса в выходах, то этот будет тот самый парень с бицухой пока еще в 13 сантиметров. Друзья, ну а ссылки на страницу Максима в инстаграме, а также на его ютуб канал я, конечно же, оставлю в описании. И в заключение хотелось бы добавить, что все мы вместе развиваем этот спорт. Максим своими рекордами. Я тем, что делаю видеосюжеты. А вы можете просто поделиться этим сюжетом где-то у себя на странице, если это видео видит кто-то еще. Возможно, он тоже заинтересуется калистеникой и тоже начнет заниматься, и вы сделаете хорошее дело. Поможете мне, поможете человеку, поддержите Максима. И в заключение я также хотел бы добавить вам еще несколько очень полезных ссылок, поэтому оставайтесь, сейчас узнаете, о чем я говорю. Для тех, кто досмотрел выпуск до конца, позвольте сообщить об одном очень полезном проекте под названием 52 недели одержимости. Ни для кого не секрет, что сколько бы видео вы не смотрели, основополагающую роль при достижении ваших целей будут играть действия. Ведь твой успех определяют именно твои привычки. Так что, если хочешь легко внедрять привычки чемпионов, тогда открывай описание ролика и присоединяйся к проекту 52 недели одержимости. А также подписывайся на мой телеграм-канал с подкастами на тему спорта и развития. Что ж, спасибо за просмотр друзья, жмите колокол, чтобы не пропускать новые уведомления о выходе роликов на мим, и мы обязательно увидимся с вами снова. С вами был Федор Чепкий, всем пока!